Nokia E50-2 Nokia E50-2 – один из самых миниатюрных смартфонов своего времени. За свои качества и функционал его по праву называют рабочей лошадкой. Пластмассовой лопаткой мы поддеваем переднюю панель по периметру и отщелкиваем все фиксаторы. Передняя панель снята. Далее откручиваем четыре винта на железной рамке телефона. Обратите внимание, как удобно работать намагниченной отверткой. Затем металлической лопаткой отщелкиваем боковые фиксаторы и извлекаем среднюю часть телефона. Далее отщелкиваем металлическую рамку с дисплеем и аккуратно, чтобы не утратить накладку верхней части джойстика, снимаем пластмассовую накладку на клавиатуре и пластиковую накладку на джойстик. Накладка на джойстик защищает его от попадания пыли, что является основной причиной выхода джойстика из строя. Для замены джойстика его необходимо выпаивать. Далее, отщелкнув фиксаторы рамки дисплея, снимаем саму рамку, на которой находится спикер. Сверху системной платы Nokia E50-2 находится коннектор дисплея, фильтры, отвечающие за изображение на дисплее. Ниже находится джойстик, подложка клавиатуры. С обратной стороны, в нижней части системной платы, находится разъем дата кабеля, он же разъем для аудиогарнитуры. Здесь же рядом контакты разъема заряда, вибромотор, контакты для микрофона, держатель сим-карты, выполненный в виде лотка, флеш-приемник, контакты аккумуляторной батареи, контакты на боковые кнопки с обоих сторон и сверху кнопка включения. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia E50-2 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...